На старт, внимание, выбираем! В Одессе началось голосование народного рейтинга 100 влиятельных одесситов. В Оргкомитете говорят, что уникальность рейтинга не только в том, что аналогов ему нет в одесском регионе, но и в том, что благодаря формату проведения организаторы получают сразу две точки зрения – мнение жителей области и мнение экспертного совета, в который входят профессионалы из разных сфер жизни – бизнеса, политики, науки, образования, медицины, права, культуры, общественной деятельности и других. Заслуженный журналист Украины Александр Козырь отметил, что данный рейтинг позволяет сделать своеобразный срез общества и определить лидеров общественного мнения. Очень правильно не только заинтересованным лицам, но и всем нам вместе узнать, что же сегодня находятся на самой гребне информационной волны в нашем городе, кто те люди, которые для нас с вами сегодня являются действительно влиятельными людьми, из какой они сферы, кто они, чем они занимаются, что сегодня – это некий срез общества. Это один из самых известных, самых ярких, самых долгожителей рейтингов в городе. В городе сегодня есть разные рейтинги – профессиональные, общего характера, детские и так далее, но рейтинг 100 влиятельных, наверное, самый интересный для всего города. Члены Оргкомитета утверждают, что в этом году рейтинг удивит всех одесситов. Ведь список кандидатов, сотню самых влиятельных, значительно расширился и появилось много новых лиц. Также по результатам рейтинга можно будет судить уровень социальной напряженности в регионе. Ведь, как показывает практика, чем больше политиков на первых местах, тем выше уровень политизированности нашего общества. Те политические партии, которые представлены сегодня в городском совете в Одесском, они уже достаточно национального характера партии, они такие, как были раньше, где региональная элита была представлена в большинстве своем. Поэтому сегодня мы видим и новые лица, и запрос общества на новые лица. Он существует, он никуда не ушел. По специальной направленности деятельности этих людей можно судить, что в нашем обществе, в нашей стране сегодня происходит. Если там представители общественно-политических движений, значит, общество находится в состоянии возбужденном, раздраженном, значит, мы находимся в каком-то турбулентном политическом процессе. Если этих людей нет, а вместо этого находятся представители каких-то общественных инициатив, социального, инновационного содержания, научного содержания, академические деятели, то это говорит о том, что сам процесс развития нашего общества находится в доброкачественной стадии. С 21 июля каждый желающий на сайте Одесса Медиа может ежедневно выбирать от 3 до 50 самых достойных кандидатов в рейтинге топ-100 влиятельных одесситов. Результаты конкурса одесситы смогут узнать в преддверии Дня города.